Краткая выдержка из-под видовой программы людей, родившихся 11 января невисокосных годов. Информация представлена на мужском описании и выборочно взята из каталога человеческой популяции. Рассматриваемая личность воспринимает весь окружающий мир как мир дверей, через открытие которых возможно попасть в тот или иной социальный слой или какую-либо область. И его задачей является найти ту заветную, вхождение в которую обеспечит ему среду и образ жизни, которые он стремится иметь. Иными словами, он стремится, подобно известному герою сказки Толстого Буратино, рвущемуся в нарисованный на холсте мир, попасть в ту дверь, за которой его ждет счастье, богатство, благополучие, общественное признание, видимо, многочисленных призов, наград, уважение и тому подобное. Раз существуют двери, рассуждает он, остается найти тот самый золотой ключик, который нужную дверь отопрет. Хотя в некоторые периоды жизни он может не до конца осознавать это. Допустим, в юные годы данный человек будет достаточно примитивным, грубоватым, беспечным и бестолковым, не понимающим смысла учебы как таковой. Может лелеять иллюзию о том, что мир – это одна открытая дверь, за которой его все ждут, не дождутся никак. Находясь под влиянием подобной фантазии, этот человек способен быть глубоко убежденным в том, что ему совершенно не обязательно что-то собой представлять, не обязательно изучать социум и искать эти самые ключи. Всем достаточно лишь его лицезреть, увидеть все его многочисленные, как ему представляется, достоинства, как тут же все двери автоматически перед ним распахнутся. В данный период он не осознает еще того факта, что высокому мнению о себе необходимо еще и соответствовать в реальности, и что учеба есть необходимое условие для того, чтобы иметь возможность входить туда, куда он желает попасть. Что именно она и дает тот ключ или ключи, открывающий подобные двери, которые он так жаждет иметь. Хотя, безусловно, жизненный опыт очень скоро и ясно покажет ему, насколько глубоки были заблуждения его юношеского периода, и, вероятно, из списка неуспевающих в школе или университете он сможет бодро переместиться в число весьма неплохих учеников. В один прекрасный день данный человек поймет, что для того, чтобы иметь возможность открывать любые двери, также требуется изрядное упорство, что необходимо прилагать максимальные усилия, очень стараться это делать. И тогда он сделает крайне важный для себя вывод, решив, что необходимо в первую очередь что-то делать, а не сидеть, сложа руки. Словом, действовать энергично. И с этого момента процесс у него пойдет. С момента понимания условий и инструментария для решения поставленной задачи этот человек начнет, метафорически выражаясь, пыхтеть как паровоз, ибо любые действия он будет стараться выполнять энергично. Будь то учеба, освоение новых навыков, набор опыта и профессионализма, без которых, конечно, тоже никуда. И этот алгоритм станет считать залогом успеха. Правда, порой иногда эта его энергичность станет выходить ему боком, так как он будет не просто стучать в очередную дверь, а пытаться открыть ее пинком. Естественно, далеко не всегда удачно. Однако, несмотря на то, что умом он понимает, что для того, чтобы попасть в заветные двери, совсем не обязательно в них ломиться, действовать нахрапом, осознает, что здесь работают совсем иные правила и условия, что для проникновения нужны ключи. С другой, если с какой-либо дверью он начнет испытывать сложности, то он буквально свирепеет и начинает фактически ломать ее, пытаться вынести плечом. И это не ошибка и не глупость, а всего лишь его свойства. Сама по себе идея о том, чтобы взламывать самые прочные двери, за которыми, однако, как ему представляется, находится тот самый вожделенный мир чудес, это вызывает у него огромный энтузиазм. И в этом процессе он готов на все, что угодно. Сверхусилия, отчаянные поступки. В своих этих попытках этот человек, если наблюдать его со стороны, буквально очаровывает зрителей, эпатирует их, ошеломляет. Хотя, в принципе, он из тех реалистично настроенных людей, которые склонны считаться с обстоятельствами. Просто в вышеописанной ситуации он от данного правила может серьезно отклоняться. Но главное другое. Этот человек от природы имеет огромную пробивную силу и рано или поздно научается действовать максимально эффективно. Подобно искусному грабителю, перед которым ни одна дверь не может устоять. Помимо огромной пробивной силы, у данного человека имеются и другие инструменты по взлому. Это очень ловкий, сообразительный, изобретательный и находчивый человек. И он не гнушается активно пользоваться одним из эффективнейших средств коммуникации – лестью и подхалимажем. Он не только способен быть крайне любезен, если это необходимо, но и не боится показать себя полнейшим дилетантом в какой-то области, либо побывать какое-то время прихлебателем у вышестоящего, значимого человека. Он общителен, поддерживает со всеми своими знакомыми, одноклассниками, сокурсниками, членами своего социального слоя и так далее, в основном приятельские отношения. Однако отношения его будут четко определяться тем, к какому разряду он отнесет того или иного человека, с которым общается, к какому классу, к какому типу, ниже или выше себя, и непременно учтет, может ли этот человек как-то ему поспособствовать, его корниерному росту, например, или не может, например, рекомендовать, продвинуть или замолвить за него словечко. Если вас заинтересовал краткий обзор данной личности и вы захотели получить полное описание этого или любого другого человека, то вы можете это сделать на сайте humanpopulationacademy.org Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok